В книге «Открытым оком» 23 том, вопрос 3554, тема болезнь. «Можно ли принимать гомеопатические препараты для лечения?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Гомеопатия, греческое слово, составлено из двух слов «подобный» и «болезнь», «страдание». Способ лекарственного лечения болезней, заключающийся в применении в минимальных дозах тех лекарств, которые в больших дозах вызывают в организме здорового человека, явления, подобные признакам данной болезни. Девиз гомеопатов «подобное лечится подобным» из словаря иностранных слов. Кто-то этим увлечен, а иные врачи относятся к всему весьма осторожно и даже не советуют всем увлекаться. «Лично мое мнение такое, что нам нужно жить свято и не обращать внимания на приключающиеся нам напасти, немощи и болезни, доколе они переносимы. А тут уж смотри, какую шкалу переносимости сам устроишь. Я болею иногда, но в тихушку, чтобы никто не знал. И настойчиво просить Бога избавиться мне от болезней – это не дерзаю. Боюсь, что вместо этой болячки будет иная. Плохо слышу – ну и что? Мне это на пользу. Многого не узнаю, в сплетнях нигде не участвую. Болит нагла – ну и что? Лишний раз напоминается о том, что ходил не всегда туда, где нужен был. Главное – не злись, не ревнуй и не раздражайся. Живи для Бога. На ночь ложка меда в теплой воде. Если же желудок болит или изжога – сразу за сухари с ложкой меда. Два раза в день свежая, очень мелкая истертая морковь большая. Лечь, спать без ужина, мяса никогда никакого, как и алкогольного. Жить в проголодь, в холоде, довожу до 10 градусов тепла. В день несколько раз пропадеть на физической работе. Чаще молиться и больше поклонов по лестовочке. Всегда внутренне быть радостным, считая каждый день последним. Гореть в жаждах новых знаний. Не теряясь старой, жить азартно, с огнем в душе. А болезни считать как необходимое лекарство для нашего разумления. Я прожил уже жизнь, приближаясь к рубежу к 70-летию. И никогда не держал в доме ни одной таблетки, ни одной микстуры шприца. Зачем? Мне хорошо, я за все благодарю Бога. А вымерять миллиграммы, да еще и шарлатанам платить деньги? Намного лучше потратить их на овощи, ягоды свежие. А летом есть побольше огурцов, тертых мелко. Здоровья за деньги не купишь. Есть лекопластырь, но им пользуюсь только тогда, когда засоряется рана. Отсосу кровь, сплюну, иногда прижгу мочой. И репей приложу, или подорожник. Если в баню скоро идти, тогда заклею лекопластырь. Седьмой год сижу, не вылазная за компьютером, не менее 10 часов ежедневно. И уже более 20 часов прожигаю глаза. И все еще без очков, и читаю мелкое при солнечном свете. Это одно, чего только стоит. Никогда не пользовался чаем, кофе и какао. Если нужно чай завалить, то подручные местными травмами. Шиповник, выжимки из облепихи, чабрец, корень солодки. Если усталость сильная, то не подстегивать сердце чифири, но положить 100 поклонов. Потом снова за работу. И при очередном позыве к отдыху, сесть на стул, голову на стенку и 15 минут в полной тишине провести заснуть. Вставать нужно утром всегда рано, в одно время, во все дни, в 4.40. Ложиться не позже 23 часов. Если же молод, то можно и до часа ночи заниматься. За эту жизненку судорожно не цепляться. На лекарства не тратиться. Если ты переломан и боль переносима, слово лекарство встречается в Библии только один раз. Сирахов 39.8 Приготовляющие лекарства делают из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. Сирахов 39.10 Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Иоанна 10.28 И я даю им жизнь вечную, и они не погибнут, и никто не похитит их из руки моей.